Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Промышленный потенциал. На заседании Высшего экономического совета обсудили развитие Канаша и Канашского района. Добрые дела. В Чебоксарах заработал волонтерский центр «Агро-выбор». Жизнь на сцене. Народная артистка РСФСР Нина Яковлева отметила юбилей. Сегодня состоялось очередное заседание Высшего экономического совета. Как и предполагалось, экспертное сообщество обсудило социально-экономическое состояние Канаша и Канашского района. Проблемы, которые надо решать в первую очередь. И дальнейшие перспективы территории опережающего развития. Стоящий на перекрестке важных транспортных магистралей, автомобильных и железнодорожных, город имеет большой промышленный потенциал. Но используется он в силу разных обстоятельств не полностью. Отсутствие нужной инфраструктуры, снижение производства на некоторых предприятиях, а то и закрытие отдельных из них приводит к оттоку квалифицированных рабочих кадров и другим проблемам. Перспективы развития Канаша конкретизированы в республиканской комплексной программе. Реализации подлежат 8 инвестиционных проектов на сумму более 2 миллиардов рублей. Плюс 12 инфраструктурных и социальных, в том числе строительство нового детского сада, реконструкция автомобильных дорог. Взаимосвязь очевидна. Чем комфортнее будет среда проживания, тем больше жителей останется в родном городе. Нормальная работа и достойная зарплата – вот основные задачи властей всех уровней. Что касается Канашского района, то здесь причины отставания очевидны. Муниципальное образование очень нуждается в стабильно работающих производствах. Во-первых, это отсутствие в районе крупных и средних промышленных предприятий, отсутствие полного цикла переработки продукции сельскохозяйства, так как район является сельскохозяйственным. К сожалению, за последние 30 лет несохранен и безвозвратно утерян промышленный и перерабатывающий комплекс района. Во-вторых, это миграция трудового населения. Люди в основном едут на заработки, мы тоже отслеживаем. В ближайшие годы здесь планируют реализовать 10 инвест-проектов. Правительство республики выделит средства на строительство в разных деревнях и селах трех ФАПов, Дома культуры, нового здания районной поликлиники. Уже идет подготовка территории под комплексную жилищную постройку. Объекты находятся все на территориях, то есть на территории муниципальных образований. И очевидно, четкое планирование, понимание того, как будет развиваться муниципальное образование на ближайшую перспективу, имеет очень важное значение для того, чтобы принимать сегодня те или иные решения, в том числе по развитию инфраструктуры. И в развитии темы. Некоторые предприятия Канаша успешно работают даже в наше непростое время. В этом убедилась съемочная группа. Канаш – один из пяти городов республики, который по решению правительства Российской Федерации получил статус территории, опережающего социально-экономического развития. Объем вложенных инвестиций превышает 500 миллионов рублей. Статус ТАССР позволяет резидентам реализовать свои инвестиционные проекты и получить новые налоговые преференции. На сегодня ряд организаций рассматривают территорию Канаша как площадку для реализации своих новых инвестиционных проектов. Уже заработал индустриальный парк. В июне этого года здесь начала работу компания «Аркто», которая занимается сборкой современных холодильных устройств европейского качества. На заводе производят более 40 моделей техники. Благодаря этому инвестпроекту в городе появились новые рабочие места. На данный момент на предприятии работает 56 человек. Это не полная смена. В полную смену у нас до 120 человек будет работать. В случае, если мы переходим на многосменную работу, предприятие рассчитано на работу до 300 человек. Сложная эпидемиологическая обстановка внесла свои коррективы в работу предприятия. Однако сейчас ситуация выправляется. Пандемия нам не очень хорошо сказалась на нашем открытии. То есть мы ориентировались на более быстрые темпы роста продаж. Выходить было достаточно сложно, но изначально мы сделали очень хорошее оборудование. Поэтому рынок не мог его не отметить. Примером служит и завод по производству неорганических химических соединений «Аурат-СВ». Здесь работают более 40 человек. Производимая продукция пользуется спросом не только в России, но и за рубежом. В планах предприятия расширение ассортимента. В рамках территории предприятия «Ауратом» готовится новый инвестиционный проект создания и производства коагулянтов для очистки воды. Необходимо будет дополнительно благоустроить объездную дорогу промышленной зоны города Канаш, находящуюся на территории элеватора. Дальнейшее развитие инфраструктуры привлечет в город новых инвесторов. Правительство Чувашии будет держать под контролем реализацию комплексного плана на территории Канаша и района. Ольга Семенова, Игорь Зверев, Республика. Напомним, Чувашия вошла в число пилотных регионов по развитию промышленного туризма в России. Вчера в Доме правительства было подписано соглашение с агентством стратегических инициатив. Одним из предприятий, первым начавшим работу в этом направлении, стал «Строймаш». Данное производство может быть интересно двум категориям туристов. Первое – это потенциальные потребители данной продукции, то есть крупные бизнес-миссии, которым интересно было бы посмотреть, как на практике производится та продукция, которую они закупают. Не менее важной категорией потребителей могут стать именно детские группы, процесс создания чего-либо. Вот то волшебство превращения из каких-то элементов в изделие, без которого не может двигаться ни огромный КАМАЗ, ни Мерседес, а не можно двигаться. А химические, физические процессы – все это, безусловно, можно и нужно показывать школьникам. На данный момент коронавирусная инфекция подтверждена более чем у 12 тысяч жителей Чувашии. Ситуация остается достаточно напряженной. Какой эффект дают ограничительные меры, обсудили сегодня на заседании оперативного штаба. Механизм амбулаторного лечения себя оправдывает. Тестирование позволяет поймать болезнь в самом начале. Лекарства на дом получили более 1800 человек. Как сказал министр здравоохранения Республики Владимир Степанов, уменьшилось количество вызовов скорой медицинской помощи к ковидникам. Снизилась нагрузка на стационарный сегмент. Помощь амбулаторным больным оказывают более 700 врачей. Мы фиксируем людей, которые заболевают на ранних этапах. Автоматически мы их можем вылечить более быстро, не загружая стационарную сеть, оказывая этим людям прежде всего амбулаторную медицинскую помощь. Ну и конечно же за счет доставки бесплатных лекарственных препаратов. Ну и самое главное, конечно же, чем раньше мы выявляем болезнь, тем легче люди переносят. Это тоже очень важно. Поэтому хотел бы, чтобы все осознали. В Республику в декабре поступят более тысячи доз вакцин от коронавируса. В первую очередь будут привиты медицинские работники, педагоги, госслужащие и другие категории людей. Те, кто больше других подвержены заражению. Для всех остальных запись открыта только с начала следующего года. Вакцинация, в том числе от коронавирусной инфекции, она в соответствии с федеральным закладом проводится на основании информированного добровольного согласия. Это первое условие, как и на любое медицинское вмешательство. Пациент должен дать информированное добровольное согласие. Далее, значит, перед тем, как пациент будет вакцинироваться, он обязательно осматривается врачом. То есть объективную статус пациента в клиническом состоянии. И в случае необходимости, если пациент состоит на диспансиональном учете с другими заболеваниями, соответственно, берутся лабораторные еще исследования. И только по результатам лабораторных исследований и осмотра врача, соответственно, выносится разрешение на вакцинацию. На заседании Оперштаба было принято решение о возобновлении учебы для учеников старших классов в обычном режиме. В школу они придут 7 декабря. 27 ноября и 3 декабря, если мы возьмем школьников, у нас с вами на 27 ноября было 127 заболевших, на 3 декабря мы фиксируем 67. Для студентов высших и среднеспециальных учебных заведений дистанционный формат продлится еще неделю. Организации дополнительного образования пока остаются в онлайн-режиме. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Республика. Организация горячего питания в школах находится под постоянным контролем правительства республики. Результатом очередного совещания стало решение о помощи сельским школам в этом важном вопросе. Кураторами стали директора столичных школ вместе со своими педагогами. Они выезжают в подведомственные районы, чтобы на месте оценить ситуацию. АллатРа, а теперь и Красночитайский район. Члены комиссии из Чебоксарской школы номер 45 побывали в трех образовательных учреждениях. Рассказали о своем опыте, детально познакомились с работой пищеблоков, соблюдение санитарно-гигиенических норм расписания по дням меню, качество хранимой продукции. Посмотрели все. Педагоги поговорили с поварами, обсудили актуальные вопросы. В целом стандарты питания соблюдаются. Есть небольшие нарушения в оформлении документации. Рекомендации помогут устранить недочеты. В преддверии Международного дня добровольцев, который отмечают 5 декабря, в Чебоксарах заработал волонтерский центр «Агровыбор». В его состав вошли студенты Чувашского аграрного университета, работники агропромышленного комплекса республики и все те, кто хочет помогать нуждающимся. Помощь может быть разной. Главное, чтобы она шла от сердца. Сегодня ребята сдавали кровь. Она спасет чьи-то жизни. Студентка аграрного университета Ирина Крайнова – волонтер с двухлетним стажем. В период пандемии помогала пенсионерам доставлять продукты и лекарства. И вот новый опыт. Ощущения достаточно приятные, что я кому-то могу помочь тем, что я сдаю кровь. Для меня это впервые такой опыт на моей практике волонтерской. Нуждающихся в донорской крови меньше не становится. Каждый донор для нас очень важен. Несмотря на то, что есть какие-то карантинные мероприятия в организациях, больные у нас, к сожалению, не убывают. Они с каждым днем прибавляются. Каждая сданная частичка пойдет в помощь нашим тяжело больным людям нашей республики. Еще одно направление работы – помощь бездомным животным. В Чебоксарском пункте передержки животных под названием «Право на жизнь рады студентам». Совместно с Аграрным университетом сюда привезена солома для животных и осуществляется выгол животных. Сегодня будет проведено несколько ветеринарных мероприятий с животными и будет оказана посильная помощь. На самом деле нуждающихся в волонтерской помощи немало. Стоит только оглянуться вокруг. Членами нашего волонтерского альянса «Агровыбор» могут стать все работники агропромышленного комплекса. Наша работа будет заключаться в следующем. Это поддержка бездомных животных, это помощь ветеранам в сфере АПК, это и формирование здорового образа жизни, и также патриотического воспитания, и гражданственности, и другие направления. В ряды общественной организации может вступить каждый, у кого открытое сердце и добрая душа. Я думаю, в каждом предприятии мы создадим такие ячейки, в каждом районе. И мы, как эстафетную палочку, вот это направление передадим, отправим по районам в алфавитном порядке. И я думаю, в каждом районе найдутся желающие руководители предприятий, ученики агрокласса вступить в наши ряды. Народной артистке РСФСР Нине Яковлевой исполнилось 80 лет. Вчера ее честовали в родном коллективе. Более чем за 60 лет на сцене Чувашского драматического театра имени Константина Иванова ей удалось воплотить более сотни образов самых разных персонажей из произведений зарубежных, русских и чувашских авторов. Трагические, драматические, комедийные и выдавильные роли актрисе подвластно все. За заслуги в творческой деятельности Нина Михайловна не раз удостаивалась высоких наград и почетных званий. В свой праздник за высокое профессиональное мастерство и многолетнюю творческую деятельность Нина Яковлева награждена почетной грамотой Чувашской республики. Ее вручил Олег Николаев. Драма «Шинель» по знаменитой повести Николая Гоголя, поставленная на сцене Чувашского тюза, стала победителем третьего международного большого детского фестиваля в номинации «Лучший музыкальный спектакль» для взрослой возрастной категории. Это пластический спектакль. В нем нет слов, а действия выражаются посредством движения тела. Спектакль поставил известный режиссер Владимир Беляйкин из Москвы. Этот проект очень важный и нужный, хочу сказать. Почему? Потому что детские театры, они воспитывают детей. Сейчас у нас есть возможность показать, вот мы показали себя. Вот видите, как режиссер поставил и какие наши артисты заиграли по-другому. Я думаю, что у нас тут все впереди. Мы будем участвовать в этих проектах обязательно на следующий год тоже. Постановка в прошлом году уже была отмечена на окружном фестивале «Театральное приволжье». Главным секретом успеха творческая группа считает упорство и нацеленность на результат. Репетиции шли несколько месяцев. Перед актерами стояла непростая задача. Тема маленького человека и жестокость окружающих его людей, унижающих достоинства главного героя, актуальны и по сей день. Какий Акакевич, он как бы человек небольшой, всего лишь работал писарем. И вот это все, как бы он не злой, от него идет душевная доброта. И его, конечно же, на работе обижают, огорчают. И как бы зритель, я так думаю, понял, что зло, оно должно быть, его вообще не должно быть, должно быть только добро. Окрыленные успехом, артисты «Тюза» готовы экспериментировать с жанрами и дальше. В коллективе идет обсуждение новых постановок. Ольга Семенова, Ольга Алексеева, Александр Атяков, Республика. В Доме дружбы народов открылась фотовыставка о подвиге строителей оборонительных рубежей. В экспозиции черно-белые фотографии, запечатлевшие эпизоды возведения сурского и казанского оборонительных рубежей. Лица строителей героев. Есть и снимки последних лет с раскопок тех мест театрализованной реконструкции, мобилизации жителей Чувашии на строительство рубежей. Это так важно для поколений, не знавших войны. Фотовыставка будет работать в Доме дружбы народов в течение всего года. Это были главные новости пятницы, 4 декабря. Хороших вам выходных!